Шабад шалом, ребята! Меня зовут Ванесса и я очень рада всех вас видеть. Сегодня мы приготовили для вас много чего интересного. Мы будем с вами танцевать, веселиться и слушать очень веселую и радостную историю. Она просто чудесная. Ну что, вы готовы? Тогда, прежде чем мы начнем, давайте мы скажем спасибо нашему Творцу за этот прекрасный день и этот Шабад. Дорогой Отец, мы тебя благодарим за этот прекрасный Шабад, за то, что ты нам даровал этот день и за эту прекрасную встречу с нашими друзьями. Аминь! Шалом, ребята! Я Мирослава. Что нам сейчас нужно сделать правильно? Широко улыбнуться. А еще что? Высоко потянуться и распахнуть свои объятия друг другу. Давайте сейчас прославим царя царей в танце. Повторяйте за мной! 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Шаббат шалом дорогие ребята И с вами сегодня Давид Я хотел вас спросить знаете ли вы Что такое шторм на море или шквал Это когда ваш корабль Окружают волны До 10 метров в высоту И до 150 метров в длину И самый правильный выбор Это повернуть корабль прямо в шторм И плыть разрезая волны Сквозь шторм В это время Вы телеграфируете Со своего корабля сигнал SOS Что это за сигнал? Это международный сигнал Означающий спасите Мы терпим бедствия Аббревиатура этих букв В переводе с английского языка Обозначает спасите наши души Попадая в такие ситуации мы ищем помощи Спасение Иногда помощь приходит вовремя Иногда нет Человек человеку может помочь в трудной ситуации А вот спасти от греха и смерти вечной Человек человеку не может помочь Для этого Бог послал в мир Сына Своего Чтобы никто из нас не погиб В наш мир пришел Спаситель И сейчас мы услышим историю о том Как это было Шаббат шалом дорогие ребята И с вами Женя Очень рад вас видеть На прошлом шаббате я вам рассказывал Правдивую историю про еврейскую девушку Которой пришел ангел Чтобы сообщить ей благую весть Сегодня мы продолжим путешествие по времени И вернемся в город Назарет К Марии и Иосифу Правящий тогда император Август Дал повеление сделать перепись всего населения Мария с Иосифом подчинились приказу Кесаря И пошли в город Вифлеем для переписи Они пришли в Вифлеем поздним-поздним вечером Город был тогда уже переполнен людьми Мест в гостиницах и постоялых дворах Уже совсем не было Марии нужен был отдых и покой Поэтому они поселились в Хлеву Думая, что были Богу за это место Очень даже благодарны Потому что пришло время Марии тогда уже родить Мария спеленала рожденного младенца И положила его в ясли Счастливая Мария и Иосиф С нежной улыбкой и благоговением Смотрели на младенца Который лежал перед ними Они знали, что это обещанный мессия Бог через ангела возвестил Иосифу во сне об имени младенца Наречешь ему имя Ешуа Ибо он спасет людей своих от грехов их Другими словами, имя должно было быть спасение Ибо он принесет спасение другим людям Спаситель это тот, кто спасает или избавляет от гибели Бог послал своего единородного сына Потому что все люди погибали в грехах И никто не мог их избавить от гибели Люди очень сильно нуждались в помощи Они нуждались в спасителе Знаете ли вы, ребята, что грехи разделяют нас с Богом И мы нуждаемся в нем Ешуа — это единственный, кто может простить нам наши грехи И соединить нас с Богом Он для этого и родился В эту ночь на Вифлеемских полях пастухи несли ночную стражу То есть стерегли овец Многие из пастухов дремали, как вдруг небо осветилось ярким-ярким светом Слава Божья осияла пастухов И явился им ангел и сказал Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет для всех людей Ибо ныне роднился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоговения Это написано, ребята, в Брит Хадаша или в Новом Завете в книге от Луки, 2 глава, 14 стих Все небо пришло в движение, оно ликовало и радовалось от того, что Спаситель родился на земле Это был единственный случай, когда небесный хор открыто для пастухов пел о великом событии И о небывалой радости для всех-всех жителей земли После того, как ангелы отошли от пастухов, пастухи с радостью направились в Вифлеем, чтобы увидеть рожденного Спасителя Рожденный младенец лежал в яслях, а пастухи, подойдя к яслям, тихо поклонились ему Они рассказали о дивном видении в поле, о том, что сказал им ангел и о воинстве небесном Написано в Библии, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи Мудрецы на востоке увидели яркую звезду и теперь знали точно, что в Иудее родился царь и спаситель Они проделали очень-очень долгий путь, идя за звездой, и сам Всевышний сопровождал их в этом Придя к младенцу, они поклонились ему Открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну Все вокруг радовались и прославляли Бога за его дар вечной любви и милости к людям Шаббат шалом, ребята! С радостью прощаюсь с вами, до новых встреч! Ребята, мы сегодня узнали о приходе нашего Спасителя И мы, как мудрецы и пастухи, можем радоваться и славить Бога за его чудные дела Друг, если тебе твои грехи мешают радоваться, если твои грехи разделяют тебя с Богом Обратись к Ишоу в молитве и расскажи ему обо всем И он, любящий простить тебя, и наполнит твое сердце радостью Открой свое сердце для него Шаббат шалом, дорогие ребята, и до встречи! Привет, друзья! С вами Давид И сегодня мы будем делать вихлеемскую звезду Вот такую Для этого нам понадобится Бумага Вот такие разноцветные блесточки Карандаш Скотч Клей И ножницы Ну что, приступим Берем Лист бумаги И складываем их вот так Теперь берем наш вот такой вот листик Который мы сделали И слаживаем Еще раз пополам Только две части Вот так у нас получилось А теперь другую сторону И на один сантиметр, чтобы она зашла на наш листик На нашу первую сторону Вот так Теперь берем И склеиваем Если у вас хороший клей То клейте им Но если клея нет Или что-то еще То берите двухсторонний скотч Отрываем кусочек Вот где-то вот такой И наклеиваем его Где-то посередине С одной стороны Теперь берем И снимаем кусочек Верхний слой Вот так И на него наклеиваем наш Второй кусочек Берем уголочки И где-то один-два сантиметра От середины Загибаем Вот так И так же само с другой стороны Теперь уберем И внутри Прочищаем Особенно у тех Кто пользуется клеем Те, кто скотчем Двух сторонами Обязательно Теперь Сглаживаем углы Ножницами Так лучше всего Вот так у нас получилось Берем Теперь Открываем наш пакетик И заправляем Эти уголки Внутрь Так Вот такой у нас пакетик Вышел Теперь Берем его И слаживаем И проглаживаем Все уголки Обязательно Чтобы ничего не выпирало Теперь Берем Отрываем Кусочек Где-то вот Вот такой Отрезаем Клеим Даже чуть-чуть Меньше Клеим Чуть-чуть Вышел из середины А теперь Сложиваем их Вдвое Теперь берем Отрываем Снимаем лишнее И Вот так Вот так у нас получилось Теперь берем И чертим Чертим Вот Вот так А теперь Берем И вырезаем По этим Линиям И Стираем Лишнее Вот так у нас Получилось И Еще Делаем Таких Четыре Штуки Вот мы Сделали Четыре Части Еще Нарисовали И Осталось Вырезать И приклеить Остальную Берем Одну часть Клеим Вот Такой Кусочек Скотча Вот Так у нас Получилось Мы Склеили Эти части И Сейчас Так же Будем Делать Остальные Вот Так у нас Получилось Ну что Время Начинать Украшать Берем Разноцветные Блестки Склеим И Наливаем Хочу Вот так Я украсил Отправляйте нам в группу вайбера Свои Свои Звездочки Всем пока Шалам Шалам ребята И это снова я Эмиль И ваша любимая викторина Ребята Я хочу сказать вам по секрету Что С сегодняшнего дня Мы начинаем Сладкий марафон Что это значит Что тот человек Который ответит На вопросы Шести викторин Получает Большой И сладкий приз А кто это будет Узнаем Через 6 передач Ну а сейчас Вопросы Первый вопрос Как назывался город Который пошли на перепись Иосиф и Мария Назарет Вифлеем Или все-таки Ханан Второй вопрос Почему Иосиф назвал Младенца Ешуа Иосифу Понравилось это имя Мария Хотела назвать Так своего ребенка Иосифу Так сказал Ангел Третий вопрос Как переводится Имя Ешуа Шалом Спаситель Или царь И последний Четвертый вопрос Кто принес Колыбели Ешуа Драгоценности Пастухи Мудрецы Или все-таки Ангелы Ну все ребята На этом вопросы Закончились Если ты знаешь Правильные ответы Присылай к нам Вайбер И не забудь Подписывай на канал И ставь лайк И не забывай Про сладкий марафон Ну все Ребята Нам очень понравилось Сегодня быть вместе с вами А вам понравилось? Если ты сегодня заболел Или просто решил Остаться дома И не смог прийти на шаббат У тебя всегда есть возможность Посмотреть нашу передачу И мы ждем Скорых встреч с тобой Шаббат шалом Пока друзья Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok